Музыка Музыка Спектакль давным-давно, я считаю, это великий спектакль, поставленный в Театре Красной Армии во время войны, когда они были эвакуированы в Свердловск главным режиссером, художественным руководителем, народным артистом СССР Айвсей Дмитриевичем Поповым. И этот спектакль как раз говорил о любви к Отечеству. Музыка Правда ли, что в эту осень войной пойдет на нас в Санкт-Петербурге? Музыка 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 Придется вам всегда беречь! Музыка Мы в этой войне победили не только силой оружия, но и силой искусства. Музыка Потом кончилась война, и мы играли в Москве, в новом театре, который был уже построен. И этот спектакль давным нам было пользоваться успехом. И я бы хотел отметить великую актрису, драматическую, народную артистку Советского Союза, Любовь Ивановна Довжанка, которая играла Шуточку Азарову. Должен вам сказать, что если бы вы ее посмотрели в жизни, вы бы никогда не сказали, что она сможет играть эту роль. И вот произошло такое волшебство. Там выдающийся актер играли. Ржевского играл, ее партнер Пистовский. Много Ржевских было. Кстати, играл Ржевского. И сын Аксидьевич Попова, Андрей Алексеевич Попов. Данилович Сагал Ржевского играл. И Саша Иванов Ржевского играл. И я Ржевского играл. Шуточку Азарова играла и Татьяна Павловна Алексеева, и покойная Люси Китисова. И когда прошла картина Ильдара Оксаны Шерезанова с огромным успехом, вот по этой пьесе Гладкова давным-давно, то Лариса Голубкина, которая в картине играла Шуточку Азарова, ее пригласили в театр. Потом меняется время, меняются люди, меняются актеры. И спектакль какое-то время прекратил существование на этой сцене. И когда пришел главный режиссер Борис Абонавич Морозов, а он является учеником Андрея Алексеевича Попова, и подходило 80-летие, я говорю, Борис Абонавич, ну как же такое в театре, который долгое время руководил Алексеевич Попов, не осталось ни одного его спектакля. Я говорю, ну уже обязательно какой-то спектакль восстановить его. Я даже предложил вот давным-давно и роль есть для Танечки Морозовой. ПЕСНЯ Мне кажется, она человек очень целеустремленный и серьезный. Почему у нас нету такого? За рубежом это есть, вот этот вот, за свое, отстоять. Почему у нас этого нет? Подвечер получил я эстафету из армии. Французские войска с 13-го в день форсировали мемо. Но это испытание войска отечественного опасности. Нам небо укажет к избавлению славный путь и силу вражи встретит роса в грудь. Мы отстоим себя от супостата. Россия доблестью и мужеством богатой. Поднимем медь, коли пришла пора. Да здрать какие-то дети. Ура! Надеюсь, все изгласно заполнят часть на толпу. Офицеры всех, прошу вернуться в толпу. Отлично. За родину, готовые к умире. Встречим мы достойный час сурок. Мне кажется, что этот спектакль имеет право на существование. Потому что он говорит о главном – о любви к Отечеству. Понимаете ли? О любви к Отечеству и к нашей России, которой нельзя сравнить ни с одной страной. Я это поддержал тем, что, когда я был во Франции, вот в этом году, у меня было выступление в посольстве, творческий вечер. И я был на кладбище в Жен-Авлене-Легуа. Могилка полковника Белой армии, на какой железной дощечке. Я буквально это не могу, не помню, но вот содержание точно я вам передам. Вот было написано – «Дорогой отечественник, в каком бы ты уголке мира ни был, знай, что такой страны Россия замечательной, красивой, огромной нигде нет. Люби свою Отечеству». «Да мне бы стало, по моей бы воле, и я бы хотела умереть в бою, в руке сжимая сабля рукоятна, или знамени горячее древко!» Мало кто книжки сейчас читает, очень мало. Но хотя бы вот эта вот возможность, вот это новое поколение, вернуть им вот это вот слово, русское слово. – Какое? – Чехова, слово Чехова, слово Островского, слово Гладкова, слово Достоевского, слово Мольера, слово Бомарше, слово Шекспира. Им вернуть, а не вот этот вот сленг, к которому мы привыкли, вот эти вот американские слова, которые мы переделываем. – Я должен сказать, я консерватор, понимаете? Да, хотя Антон Павлович Чехов говорит, нужно искать какие-то новые формы театра. Я понимаю, но то, что я вижу, даже у меня есть монолог «Танцы с учениками», я говорю, что пиковые дамы играют в декорации банкетного зала. – Это нормально. – А Негин и Ленской вместо дуэли бьют друг другу морду на столе в доме Ларинах. – Это тоже нормально. – Нужны новые формы, но переделывать драматургию? Ведь автор сидел, думал, перечерпывал. Берман Реждё сказал, «Нужно дойти до самой сути автора. А что он хотел сказать этой фразой, этой сценой, этой пьесой зрителю?» – Роль Кутузова играл замечательный актёр Асангельич Хохлов. Потрясающе играл. Он такого играл хитрого, такого проникательного. Он такой был довольно-таки зряхлый. Я не подражаю ему. Мне 96 лет, понимаете? Я свой возраст не играю. Чего мне играть? Вот, понимаете? Я играю свой возраст. Какой я есть, такой я есть. А я играю полководца, который, понимаете ли, одолел Наполеона, великого тоже полководца. Довольный медитик, меценатов и шерстнов собнышек, простого тела нет от них, а шуму много... Слова Давида Самойлова. Вот и всё. Смежили очи гении, И когда померкли небеса, словно в опустевшем помещении, стали слышны наши голоса. Тянем, тянем, слово-то лежалое, говорим и вяло, и темно, как нас чествуют, как нас жалуют. Нету их, и всё разрешено. Есть дом родной, далёкий и милый, В нём невысоко, невысоко есть окно, Но верно там про нас забыли, Давным-давно, давным-давно, давным-давно. Что вспоминать о прошлом счастье? Вернуть былое нам вернуть уж не дано, Летят дались и ноги страсти, Давным-давно, давным-давно, Давным-давно. Идёт нас жизнь дорогой длинной, Смеяться, плакать или грустить нам всё равно, Когда звучит припев старинный, Давным-давно, давным-давно, Давным-давно. Вот у нас 23 февраля мы играем этот спектакль, 9 мая. И когда мы выходим, вот я лично выхожу и вижу наших бойцов, которые приходят. Ну хочется как-то, чтобы они почувствовали кайф. Какой-то патриотичный дух хочется поднять. Мы ездили в Оренбург это зимой, у нас на шефских концертах. И первый раз мы вывезли давным-давно. Наши солдаты, они слушали, у них глаз горит, они прям тянутся. И они всё понимают. И они какие-то окрылённые после этого были. На самом деле это очень приятно. Я должен сказать, что этот театр Красной Армии был Советской Армией, ныне называется Российской Армией. Как бы он ни назывался, я считаю это, как и считал всегда в этом театре 62 года. Это целая жизнь, это мой дом, это храм. Для меня он и сейчас остаётся храмом. И этот театр – памятник тем воинам, которые не пришли с полей в сражении. Глядят на нас фронтовики, глядят на нас исчезнувшие роты, глядят на нас ушедшие полки, глядят на нас надеждой и заботой. Ну, как мы тут? И что у нас за жизнь? Куда идём с семьёю многоликой? Готовы ли также Родине служить? Достойно ли истории великой? И память нам покоя не даёт. И совесть нас с тобой частенько гложет. Пусть много, много лет пройдёт, Никто из нас войны забыть не сможет. Никто из нас войны забыть не сможет, потому что моё поколение, которое прошло дорогами войны, которое самое дорогое положило жизнь на алтарь победы, такого поколения больше не будет. Это святое поколение. Мы были законопослушными, мы мерили, мы верили, когда Никита Сергеевич говорил нам, мы будем жить при коммунизме. Самое-то главное – мы любили, безмерно любили, любим своё Отечество, свою Россию, где мы воспитались, воспитывались, где мы и голодали, и не доедали, но мы остались людьми. Владимир Михайлович – это великий человек. Дай Бог, чтобы, когда я буду в возрасте, чтобы я также с такой же добротой и вниманием относилась к молодёжи. Дай Бог, чтобы… Дай Бог вообще ему здоровья, потому что, ну, это уникум. И тут его, о нём говорить как о человеке, там, о честье, да ну, это нельзя. Это просто великий человек. Ему просто низкий поклон. Есть идея! Она проникла тайно, плакет на так. Так следует, отроки злодеев, немедленно расстрелять за шпионок. Я не чувствую сердцем. Сиял. Не попал. Мой лейтенант, по-моему, хоть угодно нам показать пример. Мне кажется, мы живём в зловещем мире, где жизнь человеческая, она абсолютно ничего не стоит. И вот Владимир Набоков Нас мало юных, окрылённых, не додохнувшихся в пыли ещё простых, ещё влюблённых в улыбку детскую земли. Мы только шорох в старых парках, мы только птицы. Мы живём в очаровании пятен ярких, в чередовании звуковом. Мы только смуглый цвет миндальный, мы только первопутный снег, оттенок тонкий, отзвук дальний, и мы пришли в дловещий век. На вид он грубый и огромный, но что нам гром его тревог, мы целомудрены, бездомны, и с нами звёзды, ветер, бог. Вот. Вы понимаете, поэтому когда ты живёшь такую большую жизнь, а у меня тоже в монологе «Если Бог хранит меня, значит, я ещё не всё сделал». Представьте, офицер был, собственно, в единственном числе, кричал в госпошение, вот бестия. Молодец! Молодец! Из таких ребят-героев делает отечественное мучение. По разумению моему крест следует законник встень ему. Если у человека есть совесть, тогда есть и честь, и достоинство. А если совести нет, если вдруг что-то ты сделал. Конечно, все делают ошибки, конечно, все оступаются, конечно, все делают какие-то подлости, но если внутри у тебя есть вот этот голосок, который «Ау! Что ты творишь?» Тогда есть, тогда и честь подключается, и достоинство, и держишь своё слово. Иной стих титаяра У другом всем будут все пыльцам Но посадишь гор влюблённом море по колено Я с ними в этом, с ними в этом со дном Но караулит всех измена Что хочется пожелать телезрителям или те, кто имели терпение слушать меня долгих долгих лет жизни и делать и делать больше добра в жизни быть добрыми потому что я верю в человечность доброту и милосердие И если бы каждый из нас это понимал у нас бы не было такой жизни где воруют безмерно где коррупция где слово порядочность позабыли а это слово порядочность смещает в себе очень много человеческих качеств Есть же заповеди не убей не укради не прелюбодействуй не отсуждай А у меня в Дон Кихоте когда он говорит Дон Кихот вдохни всей грудью живительный воздух жизни и задумайся над тем как ты должен прожить ее не называй своим ничего кроме своей души станет все то что жалко дать обузою на пути смотри вперед в прошлогоднем гнезде птенцов уже не найти помочь торопись человеку ты рыцарь прямых дорог вот видите птенцов птенцов и милый бедный бедный народ как наши деды воевали дам 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 а если враг слепой надежде рус подарить рус подарить придет к нам вновь его поконим как и прежде дам поконим ланд аргуз так ну это а 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Субтитры сделал DimaTorzok